Гвоздик тут сегодня спит. Аскорбинку? Ты нашел у меня в сумке аскорбинка? Ну возьми я одну и одну себе. Давай я сама оторву. Вчера заходила в аптеку и вот такую вот аскорбинку купила. Я обычно вот такие беру. Не в упаковках, таких как конфетки, а такие, их удобнее брать с собой. Сумку кинул и можно по одной оторвать. Довольны, Мишка? Все, всем доброе утречко. Все дети собраны. А у меня клубничная есть? Клубничная есть. Только апельсиновая и клубничная? Клубничную, да? Ну ладно. Будильник звенит. Тот, который говорит, что надо выходить. Че, Мишка закрыл дверь, да? Выходи. Дверь закрывай, Степа, ты теперь. Сразу слабы идут играть сначала. Всем доброе утречко. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня сегодня на вышивке должен быть очень красивый бодик. Подобрала ткань такую под единичку, несмотря на то, что единичка коричневая, подобрала с розовым, желтеньким, потому что тут рядышком будет тигренок. Он будет рыжий, будет желтый сочетаться, а надпись будет розовая, поэтому розовые цветочки. В общем, у меня ткани очень много, но каждый раз я вот сажусь подбирать. Я иногда даже не скидываю на выбор тому, кому вышиваю, потому что очень много. И еще больше мы запутываемся, в итоге сама подбираю. Но вот эта ткань мне очень нравится, красиво сочетается. Тигр будет с коричневыми полосочками, вот с такими в цвет. Вот такой вот тигреночек будет. Я раньше, когда вышивала, смотрела на красивые облака и вам показывала. А теперь я смотрю, как там лапа гуляет, ходит вот на этой вот стройке. Ищет что-то. Сергей там отпустил погулять, побегать. А облаков нет моих красивых. Я по ним скучаю. Я, кстати, когда вышиваю боди, в отличие от футболок, обычно она вот не просто пальчиком поправляет ткань, чтобы она случайно под иголку не засунулась туда. А держу прям двумя руками. Я вот одной рукой вот так держу, второй рукой вот так держу и растягиваю. Потому что маленькое отверстие для вышивки, это вот я снизу вышиваю, до этого вышивала через горлышко. Чтобы не распарывать, держу двумя руками, вот всю вышивку стою, вот так вот держу. А раньше, я помню, вот когда только начинала, я так вообще не понимала, что так можно сделать. И для меня это было очень сложно и непонятно как, что. И я в итоге вот тут боковой шов тогда полностью отрезала, потом открывала, вышивала, потом обратно его зашивала. Конечно, у меня нет оверлога, и у меня он не получался такой же, как тут. Но в любом случае, сейчас вот я научилась вышивать, ну сейчас, не сейчас, года три назад я научилась вышивать, не распарывая футболки, не распарывая бодики. Просто нужно постоянно вот так вот держать, и все будет отлично. Мне сейчас пришла моя долгожданная посылка, посылка для любителей рукоделия. Здесь наборы для вышивки. Это посылка с сайта Панна, я уже открыла, сейчас вам все покажу. Кто не знает, просвещаю. Панна это наборы для вышивания, в частности для вышивки крестом. Эти наборы очень пользуются популярностью у любителей рукоделия, потому что наборы очень качественные, очень яркие, красивые, все там продумано. Я сейчас все покажу, что я заказала. Конечно же, я вам ссылочку оставлю в описании на все, что заказала на сайт Панна, тоже оставлю ссылку в описании. Переходите, смотрите, если вы любите рукодельничать, это точная информация для вас. Вы знаете, что я вышиваю на машинке в основном, но на машинке это, знаете, просто эстетическое удовольствие смотреть, как происходит вышивка. А когда это вышиваешь руками, это совсем другой процесс. Ну, совершенно другие ощущения. Те, кто что-то делает своими руками, те меня точно могут сейчас понять. Я здесь заказала наборчики и для себя, и для моей свекрови Лиди Николаевны. Кстати, у нее есть уже готовые картины от Панны, я вам их ставлю, посмотрите, какая красота. Просто шикарнейшие наборы для Лиди Николаевны. Я заказала три набора, мы вместе выбирали с ней вот такие вот шикарные картины, пейзажи. Вообще, у Панны, естественно, не только пейзажи, там много-много, просто невероятное количество различных наборов. Ну, посмотрите, что мы заказали. Вот такой вот пейзаж называется Зимняя палитра. Вот такой красивый пейзаж называется Речушка на опушке. И третья картина, вот такая вот осенняя, называется пейзаж в осенних тонах. В наборах, естественно, идет все необходимое. Здесь и нитки, и канва, все, что нужно для вышивки, все есть. Ничего отдельно докупать не нужно будет. Нитки идут длиной 90 сантиметров, очень яркие, красивые цвета. Все аккуратно сложено. Канва вот такая. Не знаю, видно на камере или не видно, но она не самая мелкая такая, средняя канва. Также здесь идет подробная инструкция. Она подойдет идеально для новичков. Если вы никогда не вышивали, вам вышивку составить такую тоже не составит труда. Главное усидчивость и желание. Ну и в наборе идут вот такие вот схемы. Они большие, сразу идут на двух листах. Можно склеить отдельно. То есть не отдельные, а четыре листа. А вот такая вот большая-большая схема. Каждый набор, который Лидия Николаевна вышивает, она потом оформляет в багет, в красивую рамку. Обязательно вешает на стенах. Они у нее не лежат, не складируются. Они радуют глаз. Всегда висят в самом бедном месте. Это очень красиво. А для себя я заказала наборы вышивки Глади. Но не просто наборы. Я заказала брошки и вышивку на одежде. Смотрите, какая красота. Две вот такие вот брошки заказала. Здесь очень красивые нитки. Нежно-нежные, голубые. Такие цвета приятные. Я не знаю, я распаковывала, у меня улыбка с лица не сходит. Мне кажется, это такое удовольствие, что делать своими руками. Смотрите, так же в комплекте. Все необходимое есть. Есть ниточки. Есть вот такая вот подложка. Если честно, инструкцию еще не читала. Есть рисунок, по которому нужно будет вышивать. Ниточка дополнительная. Так же есть основа для броши. Бисер. То есть будет полностью вот такая вот брошь. Мне уже хочется начать это все вышивать. Меня, знаете, хлебом не корми. Дай только время на все вот это вот творчество. Мне очень нравятся процессы, вот эти вышивания, раскраски по номерам или вот что-то делать своими руками. Это очень здорово. В общем, я буду вышивать для себя вот такие вот брошки. Может быть, для себя. Может быть, потом кому-нибудь и подарю. Я посмотрю. И еще вышивку на одежде заказала. Посмотрите, какие симпатичные наборы. Здесь вот такая вот лама. Шикарное перышко с птичками. Вот такой вот паучок с грибочком. Классненький. И вот такая вот шикарная бабочка. Размеры примерно 5 сантиметров у всех этих вышивок. Вот я смотрю 4,5 на 5,5 сантиметра, 8,5 сантиметров. А тут два размера написано. Наверное, можно выбрать, каким размером вышивать. Здесь идет также канва. Интересно, для чего она. Я обязательно инструкцию, когда посмотрю, я вам буду показывать процесс вышивки, как я это все делаю. Так, в этих наборах в комплекте идут, ну, естественно, тоже нитки. Ой, какие они яркие, красивые. Идет вот такая вот салфеточка небольшая с рисунком бабочки. Тут еще небольшая инструкция, как это все вышивать. Инструкция очень простая. Я думаю, любой новичок, такой как я, запросто с этим справится. Потому что инструкция, ну вот, она довольно коротенькая. Написано, что вышивка, это не набор строгих правил, а вдохновение. В общем, если вы куда-то не так что-то вышите, это не минус, это только плюс. Это уже выходит ваше собственное творчество, и хуже от этого не будет. У меня теперь будет очень сложный выбор определиться, с чего начать. Потому что мне все хочется сделать. И еще у меня вот последнее, что тут в посылочке. Вот такая вот живая картина. Здесь различные цветы. Но вообще я ее заказала тоже в надежде, что я где-то это на одежде вышлю. Не просто как картина, потому что я не очень люблю, когда у меня висят какие-то картины. Но когда это на одежде, когда это используется, выходит, так сказать, в свет, мне очень нравится. Картина эта называется лиловый букет. Здесь различные цветы лилового цвета. Вот этот лиловый букет, надпись здесь тоже вышивается. Отдельно вот такие вот таблички, я так понимаю, они там в комплекте. Да, вот я вижу торчат в комплекте. На них надписи, название цветов. Ну тут уже все такой серьезной папочки. И здесь, смотрите, какая канва, по которой вышивается. Она уже с напечатанными цветами, то есть сверху нужно будет просто вышивать. Иголочка тоже вот в комплекте есть. Если вы любите рукоделие так же, как и в нашей семье, все любят, обязательно переходите по ссылочке на сайт Панна. Я вам там еще вместе с ссылочкой оставлю промокод на скидку. Лично мой, возможно, он вам пригодится, потому что скоро праздники, скоро 8 марта для мам, для бабушек. Вот такой вот интересный досуг можете организовать, можете заказывать им подарочки. Ну и также для себя, конечно, любимых порадовать. А можете прям заказать себя порадовать вышивкой, а кому-то подарить, например, вот такую вот уже готовую брошку. Будет двойная радость. Вы будете наслаждаться процессом, а кому-то подарите готовые изделия. Наборы Панны – это российское производство. На сайте огромный выбор различных рисунков на любой вкус и цвет. Ну и состоят эти наборы только из качественных компонентов. Все продумано там до мелочей. Промокод мой вам даст аж 15% скидку при заказе с официального сайта Панна. Ссылочку оставлю вот там внизу в описании к этому видео. Я сейчас делаю ужин, делаю майонез. У нас закончился на наших домашних перепелиных яйцах. Очередной раз делаю. Мне очень нравится, но в основном я его добавляю в какие-то блюда. Вот типа сейчас буду курочку запекать и помажу как раз-таки вот таким вот майонезом с чесночком. Майонез делаю очень просто. Рецепт на канале уже как-то писала. Когда брат приезжал в гости, его жена мне продиктовала. Вот этим рецептом мы пользуемся. Густота майонеза зависит от количества растительного масла. Чем больше масла, тем гуще майонез. Я слышу, там пришли детки. Я в духовку поставила курочку. Там она с картошкой и с цветной капустой. Сегодня у нас будет такой ужин. Мы сейчас с Сергеем квитанции оплачиваем. Ну вернее я оплачиваю, Сергей там обычно в них разбираться, считает. Вот смотрите, у нас за мусор. Сейчас покажу. Фокус, наведец. 1013 рублей, это за 2 месяца. 500 рублей в месяц. 500 рублей в месяц. А вот так мы передаем показания по электричеству. Ну вернее, считываем. У нас на столбе же висит счетчик. Это к нему выносной дисплей. Называется Фобос. Вы знаете, как переводится Фобос в греческую? Ты уже говорил, но я уже не помню. Страх или что-то такое. Да, страх. В общем, показания счетчика у нас вот на таком приборчике. Так чего назвали Фобосами? Ну может быть еще как-то. Дисплей счетчиков страх. Ну может быть еще из какого-то другого языка. Ну не знаю, наблюдатель назовите как-нибудь. Ну может Фобос это и есть как-нибудь? Фобос. Может быть они как-то по-другому перевели. Что-то типа наблюдателя как раз таки. Как по-другому. Так я про мусор все возмущаюсь. Мусор у нас стоит 500 рублей в месяц. А мусорка у нас... Я не знаю, если бы вот у нас машины не было, как мусор-то выносить? Неужели за 500 рублей в месяц я должна ходить целый километр, либо в одну сторону, либо в другую сторону, да, там 500 метров. Но все равно это очень много, чтобы вынести мусор. И за это мы еще 500 рублей платим. Ну, ух, что-то непродумано здесь. Непродумано, да. Должна быть где-то мусорка поближе. Мы мусор вывозим мешками. Ну, вот мы его копим сначала, там во дворе мы себе складываем, а потом мешками вывозим на машине. По-другому просто не получается. И за это мы еще платим 500 рублей в месяц. Одно дело, да, там где-то в квартирах, мусоропровод, да, ты вышел в подъезд, выкинул его, кто-то вывозит. Или, например, когда там мусорка во дворе у тебя стоит, ты вышел, там прошел 100 метров, да, выкинул мусор. Так в Америке, да, ты выносишь во двор, там машина проезжает и закидывают. Ну, это вообще, конечно, было бы идеально. Но смысл в том, что мы реально почти, блин, километр едем, чтобы этот мусор выкинуть, и за это еще вот такую сумму платим. Для меня, мне кажется, 500 рублей в месяц именно за эту услугу это очень много. Вот, пожаловалась я. Что, в месяц спрашиваете? Потом вода тоже, там летом уже по лифтам побольше. Летом, да. Ну, примерно, там тоже рублей по 300, о, фу, по 500. По 500 рублей в месяц. Да, нам, помнишь, нам как-то в августе принесли квитанцию, у нас не было, мы не подали показания счетчика на водах. И нам по-среднему как-то посчитали, там, за полив и так далее, 10 тысяч принесли только за воду. В смысле? За воду 10 тысяч рублей. Я быстрее звонить им, они сказали это потому, что показания не были переданы, а мы тогда как раз в поездке были. Вот, ну, а нет, потом сделали перед расчетом. Ну, мы тогда офигели, думаю, за воду только 10 тысяч. Нет. Сколько? В общем, примерно 500 рублей в месяц за воду. Ну, короче, больше всего за электричество, 5 тысяч примерно в месяц. Ну, то, что мы еще машину заряжаем. Мы же машину заряжаем. То есть за бензином. И работает от электричества все, в принципе, тут дома. Да? Духовка, например. А сколько тут людей? Там даже сушилка, утюг. Ну, постоянно что-то включено в розетку. Ну, да. Ну, это немного. 5 тысяч. Мы же за бензин не платим. Ладно. Машину мы тоже заряжаем дома. А еще в платежи можно посчитать у нас интернет. Потому что у нас тут не каждый интернет проводит. А у нас интернет где-то тысячи рублей в месяц стоит. Все? Больше нет, да, у нас в среднем? Ну, вот в среднем как-то так. Примерно вот столько мы платим. А, еще налог на землю. Ну, он ежегодно. Ну, он за год. Ну, если в месяц, то примерно по тысяче рублей. Не помню, я сколько. Ну, на каждого человека. Там же на Никиту, на Стеку, на всех раскидываются. Помнишь? На пятерых. Я не помню, я не могу точно сказать, сколько там налог на землю. Но еще какой-то платеж у нас, да, раз в год приходит. Мы его повысили в этом году, то есть примерно по тысяче рублей в месяц. Ну, может, меньше. Ну, примерно. Не знаю, мне кажется, меньше мы платили. Ну, ладно. Но мы платили просто. Ой, их дети заливаются. Там мультики включили. То есть нам приходит на волк, на каждого члена семьи. Так, еще попросила я Сергея сегодня заехать сейчас. Он забрал мой заказ. Это я в оптовой закупочке с девочками вместе заказала. Но в этот раз не я заказывала с Хэппи Вер, а другая девочка заказывала. Поэтому Сергей к ней ездил, забирал. Здесь всего лишь одна футболочка, и я на ней буду сегодня вышивать. Я ее ждала как раз, чтобы вышить. Я сейчас доделаю вышивку, которая у меня здесь. А потом буду вышивать вот на такой черной футболочке. Так, готова у меня тут и курочка, и картошечка. С курицей очень много бульона натекло. Поэтому я в этот раз картошку ничем не накрывала. Потому что она и так вот, можно сказать, варится, кипит в этом бульончике. Курочка очень аппетитная. Очень хочется ее уже съесть. Корочка идеальная. Дети там играют. Миша с Никитой в телефоне. Папа со Степой бегают. У Миши там сейчас занятие второе по ментальной арифметике. Выходит оно как первое основное занятие. Потому что предыдущее было у нас бесплатное вводное. И вот там начинается эта история про Сири. Как ему выдали Абакус. Как он пошел в школу космонавтики. В общем, какой-то квест, история, как комикс там все идет. Один. Убираем два. Добавляем три. И убираем один. Получилось сколько? Только говорим, ладно? Три. Вот. Двадцать три. Кромко, пожалуйста. Так, чтобы я слышала хорошо. Знаешь, для чего нам нужны вот эти вот рисования? Для того, чтобы потом, когда мы будем считать в голове у себя, И чтобы ты сам запомнил, да, мы будем считать в голове, представляешь? И чтобы ты им представлял себе цвета, косточек. Но я сейчас всему научу. Да. А я заметил. Я вот, я прищу. Я просто. И я не заметил, как вы сами. Там ты честно подглядываешь. Ну смотри, а теперь где он окажется? Он назад пойдет? Или он посередине окажется? Посередине. Посередине. Ну давай посмотрим, как глазки закрой. Три. Два. Один. Посмотри-ка. Вот это волшебство, да? Я заметил. Самое главное, чтобы ты себе представил. Хорошо? Попробуй. Угу. А если я скажу, убираем одну косточку, то ты указательным пальчиком убираешь. То есть вот это плюс, а вот это минус. Понял, да? Давай попробуем. То есть, подними-ка, пожалуйста, три косточки. Большим пальчиком поднимай, поднимай, поднимай. Какого цвета у тебя три косточки? Две желтые и одна зеленая? Ну, Мишка. Убираем одну косточку указательным пальчиком. Так. Убрали. Угу. Теперь какие косточки у нас? Желтый-желтый. Умничка. Так. Ну что, у Миши закончилось второе занятие. Сказала она, что у Миши очень хорошая скорость. Он уже спокойно, легко решает действия. Примеры в пять действий. Для него это легко. Но вот единственное, что Миша постоянно что-то хочет еще поднажимать. Он вот так вот тут сидит, прыгает мышкой. Там есть возможность все картинки мышкой разукрашивать. И если она не отключила, он давай разукрашивать все рисунки, обводить пышкой. В общем, ему нравится именно сидеть за компьютером, что-то нажимать. Вот. Много что он тут сегодня вот нарисовал. Так что у Миши не только вот там он работает. Он еще и ручками пишет, рисует. Интересно. Продолжим занятие. Мы записались на четверг. Будем заниматься, наверное, пока раз в неделю по четвергам. У нас будет занятие. Кто еще не видел, где мы занимаемся, мы занимаемся в школе Sirius Future, она называется. И мы занимаемся ментальной арифметикой. Вот сегодня было только второе занятие. Миша довольный, побежал. Все у него получается. Ему звездочки ставят. Он, ну, в принципе, он рад, мне кажется. У меня еще спросили вообще, для чего нужна ментальная арифметика в комментариях. Ну, что она дает, в принципе, да. Это не как спорт. Зачем она нужна? Вообще, ментальная арифметика, она отлично развивает головной мозг и оба полушария. Потому что там нужно и воображать, и считать, и все это представлять одновременно. Это очень хорошая именно тренировка для мозга. Перед школой просто идеальный вариант. Ну, и, в принципе, в начальной школе тоже отличный вариант для того, чтобы ребенок потом легче воспринимал информацию на уроках, чтобы он ее визуализировал, чтобы он считал легче. То есть это не для того, чтобы просто быстро научиться считать. Нет. Это развивает именно воображение, память, внимание, мышление и усидчивость, кстати. Потому что, когда начинают быстро какие-то примеры показывать, Миша внимательно смотрит вот на эти цифры, он уже не дергается вот так вот, он старается это все запомнить, чтобы правильно посчитать. Поэтому для Миши это тоже хороший навык, просто обычную усидчивость в него развивать. Но занятия мы специально сократили, потому что все-таки ему не хватает, как бы сказать, еще навыка сидеть за парты, за уроками, вот так вот. Ну, надеюсь, к школе мы научимся это делать. Именно поэтому я Мишу не отдавала в этом году в 6 лет в первый класс, потому что я знала, что ему очень сложно будет именно сконцентрировать внимание, ему сложно будет писать, рисовать, потому что для него, ну, очень сложно вот это вот все дается. Я ему вот эти палочки черные сама нарисовала, он только вот кружочки рисовал. Ну, в общем, такая небольшая подготовка к школе, дополнительные занятия, которые интересны ребенку. Первое занятие в этой школе бесплатное, пробное. Кому интересно, я ссылочку заставляю, буду каждый раз вам ссылочку оставлять, чтобы лишний раз вы мне не спрашивали. Кому интересно, записывайте своих детей, возможно, вам понравится, будете тоже вместе с нами заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok